Не учатся и не работают. Для молодых людей от 18 до 29 лет, которые подходят под эти категории, Палата предпринимателей запускает новую республиканскую программу «Жаскосыпкер». Ее на днях презентовали в областном центре. Две недели обучения о зампредпринимательстве, лучшие наставники и возможность получить грант на открытие собственного дела. Подать заявку на участие в программе «Жаскосыпкер» можно до 22 июля. Моя коллега Дарья Пышмынцева расскажет подробнее. Работать не на кого-то, а на себя. К этому все чаще приходят молодые люди. Многие из них горят бизнес-идеями. Трудности начинаются, когда дело доходит до их реализации. С ней поможет Палата предпринимателей. 24 июля Атамикен запускает новую республиканскую программу «Жаскосыпкер», рассчитанную для так называемой «НИД молодежи». Речь идет о самозанятых парнях и девушках от 18 до 29 лет, а также тех, кто по каким-то причинам не работает и не учится. В нашем регионе под эту категорию попадают около 75 тысяч молодых людей. Две недели в рамках программы «Жаскосыпкер» у них будет возможность постигать азы бизнеса абсолютно бесплатно. В этом участникам будут помогать шесть наставников. Практическое обучение в количестве 50 часов и 90 часов практического консультирования состоит из 10 модулей. В модуле включены это основы бизнес-планирования, лидерские качества, налогообложения, маркетинг и основы публичного выступления. Завершившие обучение по «Жаскосыпкер» могут претендовать на безвозмездный грант в размере 200 МРП, это 505 тысяч тенге. Также имеют право получить льготный кредит до 8 тысяч МРП под 6% годовых, под залоговое кредитование. Деньги небольшие, но этого для открытия своего маленького дела должно хватить, сказал Дархан Калиев. Директор региональной палаты предпринимателей подчеркнул, в первую очередь молодых людей должны интересовать не деньги, а новые знания. Получив базовую теорию, можно будет потом самим решить, как получить средства на развитие. 200 МРП, то есть 500 тысяч тенге, по миллиону тенге. На сегодня это не такая уж и большая сумма, но для начала, для закупа оборудования, то есть швейного цеха, сейчас сектора, если говорить, очень много секторов, где предприниматели начинают свой бизнес. В сфере услуг, в сфере оказания тех же IT-услуг, очень много направлений, поэтому это в принципе на первоначальный запуск бизнеса это достаточно. Мы ждем того, что все-таки начинающий предприниматель, который запустил свое дело, получил грант, он уже через год, возможно, будет в состоянии получить микрокредит и уже расширять свой бизнес. Руководитель областного управления по вопросам молодежной политики Ирина Тухватулина уверена, что ЖАСКО САПКЕР вызовет большой интерес у молодых людей. Особенно у тех, кто не смог получить финансирование для собственного дела в рамках ЖАСПРОДЖЕКТ. Было подано заявок гораздо больше, чем было проектов профинансировано. Более 200 заявок поступило, бизнес-планов от молодых ребят, которые готовы были реализовать свое дело. Я хочу сказать, что программа ЖАСКО САПКЕР – это отличная возможность для тех ребят, которые уже были готовы включиться и реализовать свои проекты. То есть, по сути, у них есть уже готовые бизнес-планы, с ними занимались, с ними работали бизнес-тренеры. В чем отличие программы ЖАСКО САПКЕР от БАСТАУ? Во-первых, у новой программы есть возрастное ограничение. Во-вторых, время обучения количества модулей сделали более сжатым. При этом модераторы проекта обещают, что наполнение от этого не пострадает. А вот от ЖАСПРОДЖЕКТ новый проект отличается тем, что уровень ответственности за свое дело стал выше. Что касается ЖАСПРОДЖЕКТа, я тоже был ментором ЖАСПРОДЖЕКТа, только в Бакжасском районе. У них было условие, то есть им не нужно было регистрироваться в качественном рынке. Они запускали свой бизнес, если получалось, они могли продолжить, зарегистрироваться и вести свой бизнес дальше. Если нет, то нет. Там не было предусмотрено какой-то ответственности. Здесь уже ответственность в каком плане, то есть год ИП не закрывается, это первый момент. И целевой отчет о целевом использовании. Всего в рамках программы ЖАСКО САПКЕР в Северном Казахстане планируют обучить 600 человек. На нашу область было выделено 150 грантов. Дарья Пашмынцева, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК.